Вот это депутат Слуцкий, депутат Государственной Думы, занимающий там, по-моему, весьма значительный пост. Это один из тысяч и тысяч фантастических тварей, как мы их называем, которые считают себя вправе приставать к женщинам, которые стоят ниже них на социальной лестнице. В данном случае этот депутат Слуцкий годами приставал к женщинам, журналисткам, которые приходили брать на него интервью в Государственную Думу. И не так давно эти факты стали известны широкой общественности, благодаря тому, что девушки, которые стали жертвами его домогательств, нашли в себе силы рассказать об этом и предоставить доказательства вот этих его, мягко говоря, неэтичных поступков. И что же сделала наша Государственная Дума? Те самые люди, которые у нас очень заботятся об общественной морали, те самые люди, которые принимают законы, там, прочей пропаганды, там, гомосексуализма, вот, которые вообще считают себя большими зонтаками морали. Эти люди сказали, что Слуцкий сделал все новым, что оснований для каких-либо санкций в отношении у него нет. Да, вот поэтому, когда мы делали этот замечательный плакат, мы приделали вот к этому Леониду Миловскому фиговый лист, на котором написана комиссия по этике, да. Эти люди, эти богатые люди, да, очень богатые люди, настолько обнаглели от безнаказанности, что считают, что простые, там, не знаю, журналистки или наемные работницы, я уж молчу о, не знаю, обычных работницах, там, не знаю, уборщицах, секретаршах и так далее, являются их собственностью, и вот с ними можно делать все, что угодно, да, можно создать гарем, да, можно конкистовать, насиловать, покупать. Вот они думают, что они могут покупать всех без ущерба для своей репутации. И очень хорошо, что эта история, которая произошла в Государственной Думе, вызвала широкий общественный резонанс. Потому что до сих пор такие вещи в большинстве случаев проходят безнаказанно, да. И почему я, мужчина, пришел на эту акцию? Потому что я, во-первых, считаю, да, что такое поведение является действительно неприемлемым. Я считаю, что те власти-мущие, да, которые правят нашей страной, они в конец обнаглели. И я считаю, что нормы и отношения к таким вещам, как сексуальное домогательство, да, пора менять, да, потому что это не один какой-то случай, да, это весьма и весьма, как бы, массовая история, да, и наверняка каждый из вас может назвать, как бы, массу подобных вещей, к которым относятся, к сожалению, у нас очень спокойно, в отличие от других стран, где это давно уже вышло из моря. Да, я знаю. Вот, поэтому я здесь, да, и поэтому трутки должны быть наказаны. Продолжение следует...